Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. И всем доброе утро. Здравствуйте. Еще раз мы говорим. У нас личное утро сегодня будет по скайпу. Потому что наш сегодняшний герой, он путешествует по миру. Оператор с многолетним стажем Эдгар Дубровский, который и в США побывал, в Северной Корее, в России работал. Сейчас он работает, я понимаю, в Лондоне. И вот как раз, я понимаю, в Лондоне мы его и застали. Доброе утро. Здравствуйте, Эдгар. Слышно ли нас? Доброе утро, да. А нас слышно. Меня слышно? Да, слышно. Все в порядке. Я уже комплимент здесь отвесила, а не был включен звук. Я сказала, что вы ужасно красивый. У нас ужасно красивый оператор. Вам... Спасибо родителям. Это самое короткое интервью, Эмар. Рассказываете, тяжело работать со звездами? Нет, на самом деле не очень тяжело. Но самое тяжелое, это, наверное, спортивные звезды, которым дают быть на площадке от 7 до 12 минут обычно. Вот с ними потяжелее. Но даже лучшие из них, какие-нибудь, не знаю, я снимал там, Пола Погбу, есть такой футболист. По-моему, он в Манчестер Юнайтед или где-то. Я не очень интересуюсь футболу, но где-то там он играет. И он там самый дорогой футболист в мире. И даже он был очень приятный парень. И проблем больше в менеджменте, что они требуют от них слишком мало, может быть. Платят им очень много. И там могут такие странные ситуации быть, да, что он наступает на площадку, и у нас есть 6 минут ровно, и кто-то запускает секундомет. Снимай как хочешь. Да, я хочу сразу, прости, пожалуйста, перебью. То есть проблема у нас обычно, как часто, кстати, и бывает, не в звёздах, которые страдают звёздной болезнью, а в их директорах, которые страдают звёздной болезнью. Да, или мне кажется, там есть момент, что вся эта свита королевская, которая идёт, будь там, ну, с любым и актёром, и спортсменом, она как бы пытается доказать свою нужность этому же человеку. А на самом деле там человек даже какой-то огромной занятости можешь спокойно обойтись там двумя, может быть, тремя ассистентами, а их там 20 обычно, и каждый отвечает за своё, и каждый там пытается немножко подрезать. Там такая, наверное, как политическая партия какая-нибудь в Латвии, которая пытается выжить. А вот, кстати, как раз о Латвии. Вот как из Латвии, ну, вот вы добились того, чтобы путешествовать по миру, получать работу в самых различных странах. Вот с чего всё началось, и как пришёл этот успех, и как появляется вот эта востребованность в латвийских, скажем, ну, каких-то специалистах во всём мире? Ну как, ну, Европа, конечно, тоже помогла немножко. Получилось, что я переехал довольно рано, мне было 15 лет. Это, получается, мы только-только вступили в Евросоюз. Это был какой-то 2005, наверное, получается, год. Может, да, 2005. То есть я поехал там под Лондоном, такой, Бишопс-Дорфорд, там школа, ну как, колледж. И там вот учился пару лет, то есть я закончил, получается, старшую школу, наверное, так это по-русски звучит. То есть среднее образование там. И там оттуда уже поступил в университет. То есть, ну, по системе какой-то европейского, европейская свобода передвижения получилось так. Да, и поступил в Вестминстерский на кино-телевидение, там, Film and TV Production он назывался. И закончил, оттуда начал работать. Но я не стал сразу оператором, я пошел по ассистентской линии, то есть у оператора обычно в полной команде, там где-то три ассистента, и получается, я был вот третьим, как бы учеником, потом вторым работал с камерой, потом первым ты уже крутишь фокус, и я был довольно простым, плохим, прошу прощения, фокусником, как называется. И мне пришлось быстро стать оператором. Я вот, ну, всю эту ассистентскую штуку прошел, наверное, за лет пять. И, да, лет там восемь, получается. То есть теперь вам крутят фокус какие-то ученики? Да, да, ну, фокус крутит, как бы, главный мой ассистент первый. Это самая, значит, важная работа. А у вас он не один? Ну, обычно вот три, там, три ассистента, иногда четыре, потому что, ну, если проект большой, то, в принципе, каждая минута того, что что-то не сделано в каком-то из цехов, она стоит много, она вот может стоить, там, ну, грубо говоря, до каких-нибудь восьми, десяти, может быть, тысяч евро в минуту. Ну, то есть если разделить вот день на минуты, и, получается, если твой, получается, третий или даже четвертый ассистент, там, не подключил монитор правильно, то и вот надо две минуты, чтобы он его подключил, то это продакшену стоило, значит, там, двадцать тысяч евро, скорее всего. Не тем мы занимаемся. Поэтому сквозь, чтобы все было подключено. Два часа эфира, мы могли просто один эфир провести, и все, да, и на Гавайи, нам бы уехать. Как всегда вот интересует вопрос, то есть, например, в Риге, ну, вообще, когда ты на родине начинаешь как-то двигаться вперед, то, конечно, помогает все, и знакомые, и связи, и вот это второе рукопожатие, да, вот мы ищем, а вот они ищут, а я слышал, тебе надо. При этом приезжайте в чужую страну и двигаетесь вперед там, и у вас достаточно большие проекты. Как это там происходит, и как это происходило у вас? Ну, то похожие на самом-то деле схемы. То есть город там большой, да, здесь, но все равно как бы репутация тебя продает. То есть если ты снимаешь хорошо, и что неважно, потому что снимать-то многие хорошо, но нет такого, что ты радуешься, что какую-то ракету построить и полететь на Марс, но нет такого. Ты можешь, в принципе, выучиться, если есть глаз, то это там, на мой взгляд, не так как-то сложно. Там очень много политики, там надо держать себя в руках в экстремальных каких-то ситуациях, именно по части стресса. Там очень длинные съемочные дни. То есть совершенно нормальный съемочный день, вот такой официальный под киногильдии, нормальный, по которой считается моя зарплата, это 11 рабочих часов. То есть я приезжаю на площадке, и на самом деле где-то 12 часов я провожу от и до. Это плюс еще дорога домой и обратно. Поэтому не всем такой стиль, скажем, жизни подходит. Или что ты особо не знаешь, дома ты будешь или нет. Вот Олег знает, что это интервью на самом деле чуть не сорвалось, потому что мне позвонили вчера, чтобы я был в Нью-Йорке, и мы в субботу, получается, что завтра что-то должны были снимать. То есть это было очень внезапно. Мне еще позвонили, когда я был в Москве. Я только что приехал с Москвы, где я снимал вчера. Кто билет оплачивает? Заказчик? Все время интересно. Заказчик оплачивает билет? Ну да, да, чаще всего заказчик. А зачем заказчик оплачивает билет, например, из Лондона в Нью-Йорк, когда Нью-Йорк огромный город, и там есть тоже свои хорошие операторы? Да, слушай, это вот самый такой, наверное, странный момент. Мне он, на самом деле, до конца не понятен, но это объясняется той же самой политикой, что если проект большой, ты возьмешь человека, с которым ты уже работал, потому что мне дают работы режиссеры и продюсеры. То есть это те люди, которые меня нанимают напрямую. Даже продюсер, получается, а режиссер может посоветовать. То есть вот в этой ситуации с проектом нью-йоркским, который сейчас переложили просто, они не отмели, они просто на следующую неделю переложили. Режиссер, которого зовут Карл, мы с ним снимали только что в Северной Корее, и ему все очень понравилось, это была первая наша работа, и он вот позвал меня на этот полнометражный документальный фильм, который сейчас перенесли. То есть вот опять, он не будет кого-то искать в Нью-Йорке, потому что он, скорее всего, не знает никого о Нью-Йорке. То есть ему проще взять меня, продакшену в большой картине, этот мой экстра-билет стоит довольно мало, ну, процентуально, это не очень большая часть бюджета. И они получают гарантию, что режиссер доволен, он со мной работал, а там картинка вроде как хорошо выглядит, и стресса нет. Вот этот вопрос, который меня всегда терзает, это синдром самозванца, да? То есть когда ты вроде опытный-опытный, а потом думаешь, а точно ли я такой опытный? Во-первых, проходили ли вы через это, то есть какой-то такой кризис профессиональный, а во-вторых, не страшна ли такая ответственность? То есть вас зовут, потому что вот вас знают, вас уверены, они ждут каких-то гарантий, и вы должны их дать. И что-то пошло не так, а оно может пойти не так. Ну, наверное, мне сложно назвать, ну, совсем самозванцем этот синдром. Но есть такое, что, ну, мне как бы нравится этот момент, что я беру работы, которые, мне кажется, может быть, чуть глубже это озеро или это река, куда я вот начинаю заплывать. Потому что только так можно вырасти, на самом деле. Потому что есть такой момент комфорта, что можно застрять на работах, которые ты делаешь очень хорошо, и ты делаешь их тоннами, но тогда, ну, так можно застрять как бы и на свадьбах. Ну, типа можно застрять, что ты снимешь тысячу свадеб, и почему-то не передвинешься куда-то дальше. А скорее всего, ты не передвигаешься, потому что ты, если тебе даже и предлагали какие-то работы сложнее, возможно, ты от них когда-то отказался, и так никто и не узнает, что ты их тоже можешь снять, и ты сам не узнаешь, что ты можешь их снять. Поэтому, мне кажется, синдром самозванца можно просто назвать тем, что это рост. Рост за счет того, что ты делаешь проекты, которые ты не делал. Потому что, ну, чаще всего киношники пытаются что-то снимать, может, что не было снято, или каким-то странным образом, даже с точки зрения искусства, и понять, работает ли это, не работает ли это. Иногда не работает, но иногда не только оператор в этом виноват, а там сценарий уже на самом начале был так себе. Поэтому, наверное, честно, наверное, нет. Есть моменты, когда, будучи как фрилансером, то есть самозанятым, я не работаю на одну только компанию, а у меня как бы занимаются проекты на проект. Бывают такие периоды, где по стечению обстоятельств меньше работы. Скажем, когда я там был моложе, там, 5-6, этого было прям много. Но это намного больше было периодов, где нет работы, чем она есть. Вот это, наверное, такой самый тяжелый период выдержать. И как угодно, и финансово, и ментально, но многие, мне кажется, здесь именно ломаются. Потому что, ну, тебе кажется, ты не то, что даже самозванец, даже если ты был бы самозванцем, то он же никому не нужен. Потому что вроде как, блин, никто вроде не звонит. Там один какой-то режиссерышка звонит тебе все еще, но у него так себе работа. А я бы хотел что-то интересное снимать. Вот это скорее пугает. А есть какая-то специализация? То есть, ну, я знаю, что Запад, вот, одержим буквально специализацией. Может ли оператор документального кино снимать художественные или, например, там, какие-то сюжеты рекламные и так далее? Слушай, есть такое. На самом деле, на самом деле, может, мне кажется. То есть, любой хороший думающий оператор может как бы адаптироваться. Ну, на мой взгляд, я много знаю ребят в Лондоне, которые смогли бы адаптироваться из полной рекламы в документалку. Может быть, не за один проект, может быть, первый проект у них был бы икомом. Может, они бы не поняли, что там намного меньше бюджета обычно, там намного тяжелее условия и страны, может быть, более странные. Ты можешь, извиняюсь, параллельно блевать весь день, а тебя надо снимать, потому что что-то съел не то в отеле. Это такое, типа, ну, бывает, бывает. То есть, на рекламе такого меньше. Но специализация есть, она немножко в головах больше у продюсеров и, скажем, рекламных агентств. Я вот с этим сталкивался, что есть моя реклама у Чиба, и там была ситуация, что режиссер боролся за меня, по-моему, две недели, потому что каждый раз был ответ, да, но у него же вообще нет еды в шоурили. И это правда, я ни разу не снимал рекламу еды. А там в рекламе в основном слоны, фермы, значит, женщины, собирающие кофе, и все вот такая бодяга более, ну, как бы, travel такой. И там кофе, там, пять кадров из, там, не знаю, сорока, может, во всей рекламе. И он пытался ему объяснить, да, но он же вот снимал вот это, вот это, оно же намного даже ближе. Они такие, ну, нет, но он вот кофе не снимал. А в конце концов мы слышали, что я жидкости снимал для одной рекламы, и вот этого им, как бы, было достаточно. И тот режиссер, на самом деле, проигрывал питч, это называется, когда ты питчешь, значит, чтобы выиграть рекламу, ты свою идейку складываешь в такой PDF за два дня, и они выбирают лучшую, как бы, реализацию рекламной идеи. Обычно три таких питча подается на каждый проект. И он же доходил, там, до топ-2, значит, в этом питчинге, и он не выиграл рекламу мороженого, мороженых агендаз, потому что у него нет мороженого, вот именно мороженого, в вашем виде режиссерском, я не знаю, что надо говорить мороженому, чтобы там правильно она двигалась. Кошмар. Ну, вот питчи можно объяснить, питчи — это такая короткая презентация, то есть когда ты пишешь какой-то офигенный, как ты сейчас круто снимешь, и, соответственно, как бы... Да, да, ну, разписываешь свою идею на стороне. Ну, это же замкнутый круг, получается, то есть ты не можешь снять мороженое, потому что ты не снимал мороженое, но ты не снимешь мороженое, потому что тебе не дают снимать мороженое. Да, в принципе, да. И вот в какой-то момент у тебя, значит, есть такой шажок вправо, шажок влево, а там, не знаю, ты снимаешь постоянно кошек номинально, и вот в этот момент тебе вдруг наконец-то дадут снять и кошек, и мороженое. Вот так этот рост происходит. Эдгар, с какой происходит вложение в себя? Потому что это аппаратура, и аппаратура достаточно серьезная, такая графа трат, да, условно, или это где-то предоставляется, и нужно каждый раз учиться на... потому что они новые появляются и так далее, либо вы покупаете, где-то у вас это все хранится, маленький склад стоимостью в три самолета. Нет, у меня на самом деле... Я принципиально не покупаю оборудование, чтобы знать, что меня нанимают не из-за оборудования. Чтобы я знал, что меня нанимают, значит, за какой-то мой навык, за какой-то скилл, потому что есть операторы, которые вкладываются в технику. Мне не очень нравится эта идея, во-первых, потому что, особенно в дигитальном мире, эти камеры меняются. У нас было там когда-то HD, потом 2K оказалось круто, 4K уже сейчас круто. Сейчас вообще 8 уже начинает... ну, как бы я снимал буквально там, ползу прошлого проекта на 8, потому что им надо было там какие-то билборды огромные в городе выкладывать это. То есть это такая бесконечная гонка, я не вижу в нее смысла вкладываться. Плюс каждый проект разный, мне особенно как бы везет, что он разный, он часто за границей, и поэтому покупать 6 камер, это там более легкое, это лучше снимает, это лучше там в дождь, это просто нереально финансово. И в этом нет особо смысла. В любом продакшене с каким-никаким бюджетом я не встречался. Это были какие-то очень небольшие работы, где они такие, а, у вас нет камер, но тогда, к сожалению, нет. Но это было, это происходит очень редко, и мне, наверное, везет, что я уже немножко не в этом, как бы, пуле работ, что они знают, что это будет, скорее всего, спецтехника, какие-то линзы, которые подходят этому проекту, это могут быть краны, или это могут быть стадикам. То есть это все, ну, как бы нет, не покупаю. Я могу показать, единственное, что у меня есть, а, для тех, кто в этом видео, у меня есть такая штука. Подождите, давай, давай ты откроешь, а мы угадаем, что это. Ну, вот, я уже показываю. Подожди, давай. Это не коробка. Нет, подожди. А что это такое? Это подкладка какая-то, это чтобы удобнее было? Это да, чтобы удобнее было. Это чтобы стадикам повесить? Это такая, как бы, прямоугольная форма штука с двумя веревочками. Это повесить, чтобы там, не знаю, стадикам шею не натирал? Да, да, ну, даже не дадим стадикам, если ты крепишься сюда. Отлично. Я, хочешь, что вы, вот какая молодец. То есть, один был проект, где отказали, потому что не было своей техники, это была свадьба друзей, да, наверное? Ну, почти. Я при этом когда-то, вот, давно фоткал какую-то свадьбу, вот, подарок, что-то такое, я помню. Еще в Риге я жил, то есть, там нет никаких проблем, там тоже можно через это развиваться и как-то разбивать портфолио. Ты же можешь замечать смешные моменты или красивые моменты, не Кичева красивый, а ты можешь и свадьбу друга и подруги очень прикольно сфоткать, и от этого что-то может дальше зацепиться. То есть, я вижу проекты небольших компаний и в Риге, и вот сейчас я, там, в России, там, видел какие-то разные портфолио ребят, и там ты, как минимум, если ты продюсер хороший, что я хочу сказать, что продюсер хороший или режиссер заметит тебя. Ну, типа, они даже из какой-то свадьбы поймут, что у этого человека есть глаз, да, у него может быть чуть меньше опыта, но это набивается. Поэтому стесняться, особенно, когда начинаешь, вообще ни одного проекта не надо, у тебя могут быть потрясающие кадры в любом проекте, и тебя, ну, по чуть-чуть, кто-то, кто разбирается, он заметит это. Легче снимать какие проекты? Более долгоиграющие, то есть, какое-то документальное кино, полнометражку, или выкладываться на таких коротком метре, то есть, это реклама, какой-то интро, там, не знаю, проигрыш какой-то условный и так далее. То есть, что из этого требует, на самом деле, большей концентрации и больших сил? Тут, наверное, немножко разные дистанции, то есть, получается, это спринтеры и стайли. Морофонисты. Да, и потому что и то, и то может быть сложно, если условия сложные, будь то бюджетные или что-то не так с командой. Наверное, чуть легче снимать короткое что-то, но, например, рекламу, потому что ты отснял, и все, и это как бы закончилось. А если проект длинный, то тебе долго надо очень держать в голове, то есть, я вот сейчас снимаю документальный фильм, полнометражный, он там, для BBC и HBO, да, то есть, у них довольно, там, неплохие, там, бюджеты вроде, ну, для документального кино, как минимум. И, ну, это сложнее, потому что он разорванный, то есть, он не идет одним куском, мы уже снимаем год, и это было несколько поездок по Америке, о документальной истории, о том, как человек взял в заложники целый самолет, потом его отпустил, забрал деньги, открыл дверь, прям в воздухе и выпрыгнул с парашютом. Вот такая неизвестная история нигде, кроме Америки, а в Америке он такой Робин Гудс, 70-х, и вот об этом как бы фильм. Но вот мы снимаем постепенно, у нас было 4, по-моему, или 5 поездок в Америку, и сложно, потому что ты между ними другие вещи снимаешь, и потом ты возвращаешься к проекту, как бы это, наверное, напоминает, не знаю, если писатели делают так, это как пишешь книгу долго, а чтобы там хорошо жить, ты постепенно еще пишешь что-то в журналы какие-то и так далее, то есть, у тебя голова немножко на одно настроена, и тебе надо возвращаться. — Эдгар, сколько получает оператор в Лондоне? Ну, в неделю, в среднем, в неделю. — Это реально, в среднем не смогу сказать точно, потому что есть люди, которые заточены только на деньги, они будут снимать, скажем, рекламу машины шампуней, ну, будут снимать качественно, неплохо снимать рекламу машины шампуней, но, очевидно, они делают это из-за денег. Я могу сказать, что ставка, это как бы открытая информация, это как бы киногильдии ставка на рекламе в день съемочный, то есть, надо держать в голове, что их не 30 месяцев, не близко, там, может быть, и 3-4, может быть. Он, получается, там, на евро каких-нибудь 1300 евро. — Один съемочный день? — Ну, это 12 часов почти работы. — Да. — 1300 евро, да, и в месяц их может быть 3-5, хорошо, если их 10. — Ну, если их 10, ну, да, 10, наверное, вот такого хорошего рекламных дней, да, это хороший оператор в Лондоне, да. — Ну, вот, ребята, на это я уже обращаюсь к нашим слушателям, вот, учитесь на операторов, пытайтесь... — Уезжаете в Лондон, делаете конкуренцию, говорят, говорят, мы умеем сделать рекламу. — Я должен вам сказать, что в Риге ставка не намного ниже, они считают чуть-чуть по-другому часы, и там тебе не платят за подготовку, то есть Лондон еще будет платить за подготовительное время, где ты физически должен ходить в студию, там, или проверять локации. Чуть ниже, там, будет процентов 70 от этой цифры. Но в Риге ставки похожие, так что, в целом, если, как бы, попадаешь в эту индустрию, даже у ассистентов, там, у фокус-пулеров, у второго ассистента, ну, как бы, нет такого, что ты прям бесуешь, ты можешь жить нормально и, там, иметь семью, даже в Риге я знаю, что это так. Освятители очень неплохие ставки. — Ну, на семью точно можно видеть в Риге. — Получается, а в этих подмастерьях может ли человек ходить всю жизнь? То есть, вот, получается ли так, что кто-то так и не сможет стать... — Ассистент, Олег. Современные люди говорят ассистент. — Можно, да, быть подмастерьем. Ну, здесь, наверное, по английской системе оплаты можно, и есть люди, которые, если говорить в философски, они вот остаются в этой ассистентской штуке, им само операторство в какой-то момент становится не так интересным, потому что им интереснее техника, например. Им интереснее вся эта тусовка, как бы, команды, потому что иногда ты едешь, там, на три недели куда-то вместе. Это как такой, знаешь, детский лагерь в какой-то момент со стороны может выглядеть со своими, там, шутками и инсайдами, и каким-то своим настроением. И многие, да, остаются. У них тогда цель не быть, может быть, вторым, третьим, четвертым. У них вот цель — это первым ассистентом стать, и там очень тоже можно неплохо жить и свой кайф ловить от происходящего. И они часто уходят и спрашивают ребят тоже, почему ты передумал, как бы, дальше в оператор. Им вот эта вся политика, она довольно запутанная и сложная, общение с продюсерами, режиссерами, агентствами. Они вот всего этого не хотят, и это реально может быть очень тяжело местами. И они вот тогда уходят больше в техническую сторону дел. Но, в принципе, да, мне кажется, может быть, в Латвии чуть-чуть сложнее. Там эта вилка шире между ассистентством и HOD — это называется Head of Department, то есть главным по департаментам. Это художник, гример, монтажер. Она чуть шире между ними и ассистентами. Но, в принципе, все равно, да, я знаю ребят, которые отлично работают осветителями, и все у них хорошо. Эдгар, мы сейчас буквально на пару минут прервемся, после чего вернемся к разговору после короткой паузы. Не отключайтесь от нас. У нас продолжается личное утро. Я напомню, что сегодня, хотел сказать, и в нашей студии, но не в нашей студии, Эдгар Дубровский — наш латвийский оператор, которого мы сумели поймать в Лондоне, который передвигается по всему миру. И поэтому будем надеяться, что когда-нибудь и в студии живьем мы сможем тоже во время визита в Латвию пригласить в гости. Ну вот, кстати, по поводу путешествий по миру. Уже прозвучало, Эдгар, у тебя, что в Северной Корее буквально не так давно ты снимал с кинорежиссером из Америки какой-то проект. Вот насчет, может быть, Северной Кореи. Насколько это для многих закрытая, кажется, страна для всего мира, такая очень экзотическая. Насколько съемки в этой стране отличаются? Насколько люди с их менталитетом отличаются от того, к чему мы привыкли в Латвии, в Европе? Знаешь, с чего начать? Ну, они вроде люди-то те же самые. У них там ножки, ручки, голова есть. Но это больше всего... Я должен сказать, что я не был никогда ни в чем похожим. То есть я был в какой-то постсоциалистической стране. Типа Кубина в этом году мне тоже повезло снимать. Но это даже близко не стоит к кубинскому социализму. Это вот как огромный такой странный Диснейленд с очень таким темным подтекстом. Потому что, во-первых, мы были в Пеньягесе, как бы в Кэпитал-Сити. И это огромные улицы, такие шестиполосные, а-ля Москва, совершенно пустые, на которых 3-4, может быть, автомобиля, кроме нашего. Это люди, которые одеты в три... Один из трех вариантов, в принципе, одежды. То есть это черный только. Там три варианта брюк, три варианта блуз. Семь вариантов, может быть, стрижки, из которых там мужские... Двенадцать. Двенадцать женских утвержденных официально стрижек. Да. Потому что мы были в Павериях Махерской, и ты как бы не говоришь мне вот так и так. Ты показываешь пальчиком какую из цифр, значит, ты хочешь. И они, ну, довольно все похожи, на самом деле. То есть это словами очень сложно описать. Понятно, что там громаднейшие экономические какие-то проблемы, которые они объясняют очень тяжелыми санкциями, которые, понятно, объясняются проблемами с ядерным оружием, которые, понятно, объясняются тем, что в 1953 году их хорошенько залили сверху напалом, и они больше никому не доверяют. То есть там такой... Там типа можно безумно далеко отматывать назад, кто виноват и как это все получилось. Понятно, что им это сложно еще режет глаз, что у них там южные их... эти... народы, так сказать, южные их соседи живут потрясающе, одна из самых развивающихся стран. То есть там столько всего наложено, и особенно если с ним разговаривать, но как опыт, да, он настолько странный, как его описывают. То есть ты не можешь сам нигде гулять. У тебя есть человек к тебе представленный, и у тебя вот в 6 вечера написано в программе, что ты в отеле, значит, ты там в 5.55 уже в отеле, и с тобой прощается этот человек, имея в виду, что вы как бы выйти из отеля больше не можете. А завтра там в 9 утра встречаемся, и мы поедем, значит, смотреть нашу огромную красивую фабрику по упаковке конфет там. Ну такое вот развлечение, например. Но как опыт я очень-очень советую, если есть возможность, мне кажется, это не феноменально как-то дорого, и можно через Китай, и есть несколько компаний, если я уверен, вы загуглите, это можно найти. Я знаю даже из Риги, вот там у меня не так давно вроде ездил. То есть это можно устроить, да, туда сложновато чуть попасть, но, в принципе, если вы там ничего странного не делаете по политическим всяким каналам, то, в принципе, визу даю спокойно, и мне кажется, они заинтересованы в этой туристической волне. А что это был за проект, который ты это снимал? Потому что я знаю, что Виталий Манский, который снимал в Северной Корее, там, ну, фильм достаточно критический о Северной Корее, он буквально, ну, то есть подпольное это снимал. Да, но он снял как бы как есть немножко, как бы, может быть, это exaggerate. Увеличил, он показывал, он сделал как фильм, какой бы севернокорейцы хотели сделать. И на наш, как бы, западный глаз, он кажется, ну, come on, it's too much. И там такое немножко есть, как бы, что они боятся очень подпортить себе имидж, и всеми способами пытаются вылизать картинку и сделать, что все идеально. И мы даже сумели, мы попытались, но было интересно, можно ли как-то этот диалог немножко повести, что давайте, может быть, мы не будем совсем это делать, что если, ну, так делать, то западу, которая вот вам важна, его точки зрения важна, ну, это кажется немножко, может быть, смешным, потому что оно не может быть все так идеально, как показано, что должна быть чуть-чуть критика где-то, чуть-чуть что-то не совсем идеальное, и оттуда рождается какое-то понимание страны. И самое интересное, я должен сказать, они согласились. Я объясню, да, мы снимали для Олимпийского, международного Олимпийского комитета, он, значит, заказал три фильма про спорт в таких, ну, необычных странах, может, они так совсем это не называли в своем питче, но вот в необычных условиях. Это для Олимпиады в Токио в 2020 году, значит, для Олимпийского телеканала, и, видимо, там где-то будет это показано. И вот первая страна была, значит, Северная Корея, куда вот мы, получается, на 10 дней нас впустили, и мы там снимали. В основном все связанное со спортом. И, да, вот... Эдгар, по поводу, наверное, менталитета, вообще культуры, когда вот там снимаешь, например, в той же Северной Корее, когда снимаешь в Китае, есть какие-то особенности этой съемки? Ну, не знаю, в глаза не смотреть, высоко камеру не поднимать, слева не поворачиваться и не креститься на всякий случай. Ну, то есть все народы очень разные, у всех свои особенности, свои традиции, в том числе и кинотрадиции. Вот это как-то было заметно или не особенно? Ну, можно так сказать, в Северной Корее лучше не креститься, потому что две вещи, которые нам запрещали возить, это Библия и порнография. Ну, то есть там очень строго боятся с обеими проявлениями любви. Ну, да, вот как бы, ну, есть там, есть великий, его надо любить. А в принципе, нет, киношники, самое смешное, они довольно такой похожий народ, где бы ты ни был. И есть, может быть, чуть-чуть отношение к работе разное, да, ну, вот на мой скромный глаз, оно, может быть, чуть более, оно лучше, скажем так, в Лондоне или в Америке, то есть народ меньше ленится. Основная проблема, что во многих странах народ просто ленится. Будь то осветители или там твои помощники, или даже бывает, к сожалению, продакшн, видно, что немножко все это как бы через палку надо делать, и, а, я бы лучше дома посидел, а когда у нас уже все заканчивается. Мне кажется, может быть, глаза чуть меньше горят, потому что конкуренция ниже, как бы меньше надо доказывать, особенно это приезжая в какие-то города, где, может быть, всего один рентал, один продакшн, и они вот на эту козу сели, и они вот короли, значит, этого города. То вот с этими ребятами сложнее всего. Это, может быть, где угодно. Я думаю, в испанских городах это и в Италии было, и, ну, как угодно. В Китае единственный момент, там людей много, очевидно, там отношение немножко к этому количеству людей на площадке, оно другое. То есть у меня было две работы прямо подряд. Я вот разговаривал с одним продюсером, который, она продюсировала обе эти работы, и она извинилась перед мной, что, значит, на рекламе автомобиля у меня будет маленькая световая команда. Там вот всего шестнадцать человек. Я думаю, вау, ну, типа, то есть даже для Лону на шестнадцать, это какой-то большой прилайт, то есть это огромная какая-то осветительная работа. Я такой, в смысле, типа, сколько будет на рекламе этой одежды? Она такая, ну, там человек сорок. Я такой, мне не надо, ну, как бы это слишком. Она такая, слушай, ну вот, давай дождёмся этого утра и скажешь, если там не надо, то можем отпустить. Но я тебе говорю, что лучше надо. И они работают совсем по-другому. То есть они набирают людей не киношных, эти осветители, например, а такие, они ближе, знаешь, к строителям таких ребят, у которых, значит, есть там главный прораб, вот он осветитель реальный. Он даже по-английски говорил со мной. А все эти ребята, они как бы, ну, мало, немножко знают там про кино и чем светить. Он нам как бы просто чётко говорит, ты это принёшь сюда, а вот этот кабель, вот этот подключат. Вот эту хреновину берёшь ты. Да, 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 и вон туда. У нас звонок? У нас есть звонок. Я надеюсь, что будет слышно. И поэтому надо... Ой, пропали. Алло. Алло. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, какой у меня вопрос? Вот Виталий Манский, когда был в Корее, он там снял то, что не разрешено было снимать в результате, так скажем, ратодейство тех людей, которые были к нему приставлены. Я вот чё подумал. Режиссёрская удача. Действительно режиссёрская удача. А что будет с этими людьми, которые, извините, прозявили? Ну, понятно. Спасибо, спасибо. Да, спасибо. Эдгар? Кстати, да, человек, да, я слышу. У нас... Ты услышал звонок? Да, кстати, очень хороший вопрос. Потому что я знаю, я прежде чем полететь, значит, неизвестную страну, само собой, я перепроверял, вернусь ли я оттуда. И да, вот этот момент, что будет с людьми, он очень хорошо спрашивается. Я не знаю, надо обсуждать конкретно с Манским, какие были, в конце концов, разрешения полученные. Я думаю, там, он человек неглупый, он всё это как бы обсудил с ними. Но это то, чем они пугают, что если вы сделаете, вот покажете то, что там, может быть, мы попросили убрать, а они попросили убрать три кадра. Они посмотрели весь материал, и надо отдать должное. Ничего такого прям экстремального они не попросили убрать, они были довольно открыты ко всему, что мы снимали. то есть, ну, мы там тоже не специально не шли, там, смотрите, у вас тут грязно, а вот тут у вас тут людей бывает. Мы, во-первых, этого не видели, да, то есть это тоже пускать нам, ну, были там, куда нас, значит, привезли. Ну, по крайней мере, грязно точно не видели, да? Да, да, там супер чисто, надо признаться. И они попросили убрать три кадра, которым можно придраться, что, ну, это вот тут немножко вы специально сняли, чтобы показать, какие мы там бедные. Ну, там тоже, мне просто там показался кинематографичный кадр, такой мужик едет, у него привязан, значит, веревка, огромный матрас на велосипеде. Ну, это просто выглядит классно киношно, но они попросили, мол, что это можно, там, значит, перевернуть. У них, как бы, страх, что пропаганда, там, вот в других странах, а против них, там, все, с их точки зрения, она, значит, всегда будет переворачивать и говорить, какие они плохие. И это идет, как бы, не от политической верхушки. Мы снимали это про спорт, который, понятно, политизирован в этой стране, но вот им, как бы, видно, что им самим обидно, что они такие, блин, ну, мы же просто такие же, как вы, вот мы вот, ну, да, вот здесь мы родились, вот у нас такая история. Ну, там, ну, давайте вы хоть что-то нормальное покажете. У нас же вот тут классно и поют, и плавают. И, как бы, ну, ты понимаешь, это такую человеческую точку зрения. Но есть такой момент, да, что они предупреждают, что, пожалуйста, вот не надо выкладывать, иначе вашим гидам будет плохо, потому что они вам это, значит, показали. Есть такой момент. А скажите, вот в Китае, насколько отличаются съемки в Китае? Вот на съемках западного фильма, конечно, прежде всего, это безопасность, там на съемочной площадке, там огромное количество каскадеров, там специальные люди. Вот в Китае насколько отличаются, например, съемки от съемок, ну, голливудских или европейских? Ну, сильно, я должен признаться. То есть я кино не снимал там, но снимал несколько реклам. И, да, к сожалению, отношение к безопасности довольно фиговое. Это, мне кажется, просто от количества людей получается так. Но есть, что со страховкой или с какой-то логикой безопасности, да, обычно какие-то есть чекпоинты, что это, это, это проверяются. Ну, это отсутствует полностью. То есть там ребята бежали и крепили там световое оборудование на какие-то уже погашенные фонари прямо на улице. Они прям просто руками забирались на эти фонари без каких-то веревок. То есть это выглядит, ну, на наш западный глаз немножко, ну, стрёмно. И, к сожалению, я думаю, люди там умирают тоже, пусть за ропустом об этом. Ну, не знаю. Если сейчас в целом такая, к сожалению, тенденция в голливудском кино, ну, что каждый год всё больше каскадёров умирает. И это сейчас обсуждается среди киношников, что это из-за того, что сценарии пишутся более экстремальными, что народ как бы требует зрелища. Получается такое, знаешь, повторение истории, что когда-то там в Клизеях умирали гладиаторы, вот реально получается, что каждый год, если там один умирал, это уже казалось, блин, жалко, а ты его знал, да, слушай, я вот там с ним работал, то сейчас там два, три, четыре человека там, если они будто на миссии кто-то умер, не выполнил последний. Ну, то есть вот этот момент, что довольно часто мы начинаем слышать, что где-то разбился кто-то там о мост, потому что он прыгал откуда-то, и вот этот момент безопасности начинает подниматься и в западных киношниках, особенно в департаменте каскадёрском. А если вот говорить о западных звёздах, я знаю, что ты работал с Уиллом Смитом, вот встречался ли ещё с кем-то, может быть там с Кевином Спейси, по-моему, насколько вот эти артисты доступны, общительны? Слушай, ну, да, я работал с Кевином Спейси и с Уиллом Смитом, вот с Уиллом Смитом в этом году мы снимали большой проект, он для Фейсбука, он уже вышел на Фейсбуке, называется The Bucket List, это, как же перевести там, пока не откинул коньки, грубо говоря, то есть он составил 8 вещей, там было 8 эпизодов по 20 минут, которые он хотел бы в своей жизни сделать там с семьёй или один, и у него там разные, там было покупаться с акулами, мы снимали там проехаться на Формуле-1 машине со своим сыном, значит, как бы устроить гонку, ну, такие большие идеи Уилла Смита, которому, понятно, можно организовать всё что угодно. Ну, они как бы обычные люди в каком-то смысле, да, то есть опять-таки голова, там ножки, ручки есть, но они выросли немножко в другой, в другом окружении, то есть у Уилла, например, ну, не знаю, что проблема, но он, понятно, что довольно рано он стал известен, и понятно, что его тоже окружают люди, как бы большая команда, и мне кажется, ну, им сложно, они не могут выйти там в ресторан, то есть надо представить, что такого рода человек, он известен вообще в любой стране, в любой точке мира, в любой ситуации, то есть мы были на красном, там был красный свет, мы стояли в кабриолете на кубе, мы снимали, и кто-то проходит мимо такой, это Уилл Смит? И он, как бы, всем очень добрый и щедрый чувак, и он такой, да, да, я Уилл Смит. Он такой, ааа, здесь у человека истерика, он берёт сразу телефон, а можно сфоткаться Уилл там, да, конечно, то есть он подбегает к машине, которая стоит на светофоре, которая фоткается, это видит ещё кто-то, ему кричат там, там, по-испански, это Уилл Смит, да, это Уилл Смит. Кажут ещё, там, шесть человек, ну, то есть такой хаос начинается моментально, и это, типа, везде, и это видно вот в этом сериале, что он, как бы, больше о нём, это было в его идеях, там, не знаю, и смерти, и жизни, и семьи, и там видно, то есть он бежал марафон на кубе, и когда он заканчивает бежать, там, я не шучу, человек, типа, ну, сто вокруг него, то есть это такая, и у него там есть телохранители, которые пытаются их как-то там спасти, во мы забегаем в отель, то есть это постоянный такой цирк, то есть там, как бы, когда он идёт в ресторан, этот ресторан как бы закрыт, на самом деле, потому что иначе просто невозможно будет нормально ничего делать. Ну вот, например, если мы говорим о Уилл Смите, он очень часто, кстати, вообще проявляет себя очень человечно, он такой достаточно открытый, хотя для меня это странно, да, то есть при такой популярности, при таком просто стрессе вообще, который ты испытываешь каждый раз, можно начать уже людей, ну, ненавидеть, наверное, да, потому что это же, ну, невозможно, просто даже с точки зрения обычной, вот, психики человеческой, да, это ужасно тяжело. А вот, например, тот же Кевин Спейси, он таких, как бы, ассоциаций он не вызывает, мне кажется, он такой достаточно закрытый человек, там, себе на уме что-то. Ну да, как мы знаем. Как мы знаем, да, как мы знаем, теперь он себе, ну, у него будет время подумать о своем поведении. Как с ним работалось, насколько комфортно с ним работалось, или, может быть, что-то не понравилось? Ну, он, безусловно, сложный чувак со своими, там, проблемами, которые мы ему надо очень срочно решать, но у него немножко другая роль. Когда мы снимали еще, это был фильм документальный про театральный мир, про то, как он и Сэм Мендес, который снял «Красоту» по-американски и много других потрясающих фильмов, они давно друг друга знают, они поставили спектакль. И они ставили первый, ну, за долгое время, первый раз в истории, был прямо мировое турне театральной труппы. Они реально посетили там, по-моему, десять или двенадцать стран, прямо там недели две оставались в каждой стране. И плюс до этого сто пятьдесят было, значит, выступлений в Лондоне, сто пятьдесят в Нью-Йорке. Это был такой ко-проект. А посередине, значит, тур мировой. И вот мы снимали этот тур, о том, как труп поживет. И это было на Netflix, мне кажется. Сейчас уже, по-моему, убрали. В принципе, про жизнь, трупы, вот, в дороге, и как-то вообще поставить такой сложности театр и возить его. И поэтому его роль... Плюс он играет главную роль, это был Ричард Третий. Он играл главную роль в этом спектакле. Плюс он параллельно в этот момент был в Old Vic театре как бы креативным, креативным директором этого тебя. Худруком, наверное, по-русски это будет. То есть он не ставил, но он подбирал, кто ставит, в какую сторону двигается. То есть он такой больше менеджер был. И поэтому сложно сравнить. Он тоже узнаваемый. И тоже мы снимали там в нескольких странах, и везде это как бы он там через задний ход должен убегать в отеле. Но да, он как человек, очевидно, сложнее и запутаннее. Нам пора заканчивать, к сожалению, наш эфир. Эдгар, мы очень благодарны за то, что ты вышел на связь и ужасно интересно рассказывал. Мы загорелись. Я очень надеюсь, что ты в какое-то ближайшее, может быть, время будешь в Риге. Ты будешь в Риге? Ну, да. Ну, наверное, летом в какой-то момент я доеду. Мы очень тебя ждем в студии, поэтому выходи на связь, маши руками, кричи, вот он я в Риге, мы тебя сразу хватаем и сразу сажаем. Вот прям. Вот в эту студию. У нас есть место такое царское посередине. Мы тебя будем очень ждать. Хорошего тебе дня. И удачи, конечно, со всеми проектами. Денежных проектов. Да, денежных проектов и новых звезд и новых интересных работ. Спасибо. Спасибо огромное. Это очень приятно. Спасибо. До свидания. Пока. Утро на Болткоме.